Приветствую тебя в четвертом уроке видео курса анимация с нуля в программе Adobe h-animate меня зовут федор васильев и в этом уроке я покажу тебе как делать зацикленную анимацию то есть анимация которая играет бесконечно и что такое символ создадим новый проект так убавим немножко размер нашего холста и так давайте рисуем наш уже знакомый круг и начнем с того что такое символ символ позволяет делать анимацию внутри анимации что это такое делаем какой-то объект это может быть и фотография любая или вот просто элемент ellipse tool или любой другой неважно и чтобы нам теперь сделать из него символ правой кнопкой по нему кликаем и нажимаем convert to symbol то есть конвертировать в символ кликаем всплывает окно задаем здесь любое имя только латинскими буквами русскими буквами вас тут не пустят сохранить или оставляем такое как есть нажимаем ok теперь обращаем внимание сюда символ выглядит вот такой шестереночкой также символ отображается у нас вот здесь на шкале времени этот символ это как бы папка в которую можно зайти поэтому чтобы зайти в символ кликаем два раза либо здесь либо прям по объекту и сейчас обращаем внимание вот сюда идет путь то есть стать наш холст и символ через косу черту значит мы сейчас находимся внутри символа и здесь можно сделать также анимацию так теперь как делать анимацию зацикленной выделяем наш ellipse включаем pin передвигаем наш ползунок к примеру возьмем анимацию уменьшение кликаем по верхней части чтобы выделить оба фрагмента анимации правой кнопкой копировать уже знакомое наше действие вставить и этой анимации вам тут не видно но мы тоже делали самом низу в списке invert то есть мы просто перевернули анимацию и получается вот такая вещь как бы пульсации да и вот мы например хотим этот эффект зациклить чтобы он играл постоянно что мы для этого делаем наш ползунок вставляем в конец анимации и у нас есть вот тут вот такая . называется триггер кликаем по ней здесь в этом окне мы следующих уроках еще подробно разберем здесь много чего есть это как бы основы для того чтобы делать различные анимации по воздействию мышки и так далее сейчас нам нужно сделать просто зацикленную анимацию и вот первое нажимаем playback появляются вот такие вот кнопочки нажимаем также первую кнопку play у нас вот здесь появляется символ и по символу два раза левой кнопкой мыши кликаем и у нас вот здесь в окне как бы автоматически прописывается я вас крипт вдаваться в это особо не будем просто повторяйте за мной и у вас все получится теперь здесь вот по крестику закрываем это окно по сути мы сделали вот что когда анимация играет и доходит вот до этого триггера триггер говорит вернуться изначальное положение и опять как бы ползунок возвращается начальное положение и анимации играет опять натыкается на триггер и вновь отправляется в нулевую секунду и так до бесконечности если мы здесь просмотрим анимация проиграет один раз чтобы увидеть что анимация играет постоянно нужно просмотреть ее в браузере и смотрим вуаля видите у нас круг постоянно пульсирует он никогда не остановится вот так вот делается зацикленная анимация возвращаемся к символу в чем его прелесть вот мы внутри символа сделали сейчас анимацию так чтобы вернуться на наш основной стейдж холст кликаем вот сюда мышкой прямо вот по стейдж мы как бы вышли из символа наш символ теперь все время пульсирует как бы это независимая анимация внутри символа теперь мы можем сам этот объект назначить ему еще какую-то анимацию и при всем при этом он будет пульсировать ставим pin например у нас идет простое движение двигаем еще еще вот в разные стороны у нас идет перемещение зададим какую нибудь анимацию и давайте посмотрим что у нас получилось видно что анимация двигается и происходит пульсация давайте посмотрим как выглядит в браузере видно да что анимация движется и при этом пульсация не останавливается так как вы уже наверное уже поняли что это независимая анимация внутри символа вот в чем прелесть самого символа то что здесь у нас круг обрезается думаю вы догадались просто круг заходит за пределы нашего холста и об этом уже говорил смотрим еще раз вот такие вот вещи можно делать вот кстати что еще символ может иметь неограниченное количество других символов на этом все надеюсь урок оказался вам полезный увидимся в следующем а а а а а а а а